Когда Иисус молился, кому Он молился? Отцу. Но разве они не одно с Отцом? Звучит ли это тебе как Бог? Да. Бог молит о помощи? Если ты скажешь, что Он Бог на 100%, Он должен был обладать всеми атрибутами Бога. Был ли Он всезнающим? Они сказали «да». Теперь ты. Был ли Он всезнающим, когда Он был на земле? Я думаю, что Он был. Хорошо. Вы трое ошибаетесь. Итак, если Он поклонялся только Отцу, и учил вас поклоняться только Отцу, и никогда не упоминал вам Тройцу в своей жизни, и ни Авраам, ни какой-нибудь из других пророков не упоминал Тройцу, откуда взялась эта Тройца? Где она в Библии? Я не знаю. Да. Я скажу вам, что ее там нет. Я христианин, но я заинтересован в теме религии. Да, это нормально. Когда ты говоришь, что ты христианин, что ты имеешь в виду? Я следую за Богом. Кто такой Бог в христианстве? Ну, ты не можешь описать Его. Это Тройца. Хорошо. Он дал ответ. Итак, Бог — это Тройца. Что такое Тройца? Иисус, Отец, Сын и Святой Дух. Да, точно. Хорошо. Так кто из них Бог? Отец, Сын или Святой Дух? Все. То есть это три Бога? Нет, они все как бы... Это одна личность. Они похожи. Это как бы метафорически. То есть это одна и та же личность, но их три. Это как три разные формы. Да. Эта личность как бы представляет Отца, Сына и Святого Духа. То есть вы верите, что Тройца — это три разные формы? Да. Да. Это три личности в одной сущности. Хорошо. Кажется, он более сведущий. Потому что он сказал правильно. Говорить формы на самом деле неверно. Согласно христианству, говорить, что они формы, неправильно. Правильное убеждение согласно Никейскому собору и Константинопольскому собору — это то, что он сказал. Три личности в одной сущности. Но вопрос вот в чём. Да. Когда Иисус молился, кому он молился? Отцу. Но разве они не одно с Отцом? Он — Сын. Есть три разных личности. Так разве они не одно целое? Это одна сущность, но три разные личности. Так разве Отец, Сын и Святой Дух не являются одним целым? Они отдельные личности. Так он молился Тройце или только Отцу? Только Отцу. То есть он молился только Отцу. Да. Тогда как они могут быть равны, если Отец не молился никому? Потому что Отец — главная личность. Как они могут быть равны? Я думаю, Он молился Отцу, ведь Тот послал Его на землю. На самом деле, Он просил помощи у Него. Он просил помощи в Гефсиманском саду. Да-да. Но вопрос в том... Вопрос в том... Можно мне бесплатный Коран? Да-да. Если ты обойдёшь... Да, конечно, обойди. И они дадут тебе один. Нет проблем. Итак, в Гефсиманском саду Он говорил... Отец мой, почему ты оставил Меня? Верно? Да. И Он искал помощи. Он просил помощи, потому что Его хотели убить. Звучит ли это тебе как Бог? Да. Бог молит о помощи? Нет, Иисус воплощение Сына — это жертва. Это жертва, которую принёс Отец, чтобы избавиться от грехов мира. Нет, смотри, я простой. Я очень простой парень. Был ли Он Богом, когда Он был на земле? Нет. Он не был Богом? Теперь ты противоречишь христианству. Минуту назад ты говорил правильно. Христиане верят в то, что называется ипостасный союз. Ипостасный союз говорит, что Он 100% человек и 100% Бог. Когда Он был на земле, Он был Богом, согласно христианству. То, что ты сказал, неверно. Ну, я... Нет, это нормально. Я просто пытаюсь поговорить с тобой. Да-да, я не пытаюсь тебя опозорить. Так что, по мнению христиан, Он был на 100% Богом. Когда я говорю тебе, похоже ли это на Бога? Я спрашиваю христианина, потому что христиане верят, что Он был Богом. Ты понял суть? И дело вот в чём. Если я спрошу тебя об этом, знает ли Бог всё? Да, Он всезнающий. Верно. Он всезнающий всё время? Или иногда Он не всезнающий? Иногда забывает. Я верю, что Он всегда всезнающий. Конечно, всегда. В противном случае Он не Бог, не так ли? Если ты чего-то не знаешь, ты не Бог. Знал ли Иисус всё и всегда? Да-да-да. Я думаю, что да. Он более сведущий из вас. Так что я хочу получить Его ответ и вернусь к вам. Он был человеком на сто процентов только из-за того, что Он обладал первородным грехом. Я думаю, что Он всё ещё был грешным, но Он был Богом на сто процентов. Нет-нет, я не говорю о грехе. Я говорю о знаниях. Если ты скажешь, что Он Бог на сто процентов, Он должен был обладать всеми атрибутами Бога. Был ли Он всезнающим? Они сказали «да». Теперь ты. Был ли Он всезнающим, когда Он был на земле? Я думаю, что Он был. Хорошо. Вы трое ошибаетесь. Согласно Библии, откройте Марк 13, 32. Знаете, что там говорится? Евангелие от Марка? Да, в Евангелии от Марка, глава 13, стих 32. Иисус говорит «Никто не знает дня и часа, ни ангела на небесах, ни сын, только отец». Так что даже Святой Дух не знает. Так как же они могут быть равны, если один что-то знает, а другой не знает? Значит, они не равны. Нет, они равны, они равны. Согласно Троице, они равны. Если вы не верите в то, что они равны, тогда вы не верите в Троицу. Вы должны придерживаться одного, вы не можете выбирать. Я уверен, что некоторые люди способны интерпретировать Библию и христианство по-своему. Некоторые люди молятся наедине с собой, а некоторые ходят в церковь. Но Библия говорит определенные вещи. Это объективный факт. Библия написана на языке, и язык придает смысл. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да-да. Люди могут интерпретировать только неоднозначные стихи, которые там написаны. Но там есть явные заявления. Я приведу вам пример. Есть ли у Бога Бог, которому он поклоняется? Нет. Нет. Бог — Бог всех. Да. Но Иисус говорит, что у него есть Бог. И у Анна... Отец. Извините. Отец. Нет, ведь предполагается, что они равны. У Бога как бы не должен быть другой Бог. Предполагается, что они личности в одном и том же Боге. Иисус сказал Марии Магдалине в Иоанна 20, 17. «Скажи им, я возвращаюсь к Отцу моему и вашему, и к Богу моему и вашему». И на самом деле Он сказал, позвольте мне сказать вам вот что. Он сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Тогда как Он может быть Богом? Это Иоанна, глава 17, стих 3. Он сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Не Святой Дух, не Сын. Он сказал исключительно Отец. Который есть одна личность, которая не является ни Сыном, ни Святым Духом. Если Он буквально и недосмысленно говорит вам, что единственный истинный Бог — это Отец, как вы можете утверждать, что Он Бог? Потому что Он забрал грехи мира. Но это не значит, что Он Бог. Даже если я признаю, что это правда, это не значит, что ты Бог. Бог может использовать кого-то, чтобы забрать грехи мира. Это не значит, что Он Бог. Говорил ли Иисус когда-нибудь, что Я Бог? Нет. Отлично. Он не делал этого. Он сказал, что Он Сын Божий. Хорошо, Сын Божий. Адам был назван Сыном Божьим, Ефрем был назван Сыном Божьим, Давид был назван Сыном Божьим. Библия говорит, блаженны миротворцы, ибо они назовутся Сынами Божьими. Любой миротворец — Сын Божий. Буквально, хорошо? Сын Божий ничего не значит в Библии. Буквально, каждый может быть Сыном Божьим. Но вопрос в том, заявлял ли когда-нибудь Иисус, что Он Бог? Он когда-нибудь говорил «поклоняйтесь Мне». Он не говорил «поклоняйтесь Мне». Он был здесь, чтобы... Он поклонялся Богу? Да, Он поклонялся Богу, как в Гефсиманском саду. И Он учил молиться только Отцу. Да. Он говорил «Отец, наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя». Только Отец. Так что Он молился только Отцу. Да. Итак, если Он поклонялся только Отцу, и учил вас поклоняться только Отцу, и никогда не упоминал вам Тройцу в своей жизни. И ни Авраам, ни какой-нибудь из других пророков не упоминал Тройцу. Откуда взялась эта Тройца? Где она в Библии? Я не знаю. Да, я скажу вам, что ее там нет. И можете погуглить это. Вы не получите ни одного стиха. Не само слово «Тройца», но концепция. Вы не получите ни одного стиха, в котором бы говорилось. Откуда она взялась? Я недавно вам говорил. История церкви. Когда Римская империя приняла христианство, у вас есть Константин. Он был римским императором, и он стал христианином. А затем они изменили верование христианства. Они сделали Иисуса равным Богу. На Никейском соборе 325 года вы можете прочитать. Был Арий, который доказывал, что Иисус был подчиненный Богу, а не равным Богу. А затем у вас был Афанасий, который доказывал, что он был равен Богу. И в конце совета они сказали «нет, он был равным». И тогда любой, кто верил во что-либо другое, являлся богохульником. Затем, в 381 году, они ввели это Идею Тройцы. А затем они принесли эту безумную идею, что в одной сущности три личности, которые, кстати, не имеют никакого рационального смысла. Верно? А позже они представили ипостасный союз на соборе 400-х годов, который состоялся позже. Верно? Итак, все эти убеждения развивались исторически. И об этом говорят сами христианские ученые. Это не мое видение того, что произошло. Это буквально история. Я христианин, и я верю именно в это. Ты веришь в это, потому что церковь сказала тебе верить. Но Библия этому не учит, и Иисус этому не учил. Если это нет в Библии, почему люди верят в это? Потому что большинство людей не читают Библию. Как? Я лично читал Библию. Ты прочитал всю Библию? Ну, конечно, не все. Об этом я и говорю. Большинство христианин только не читали всю Библию. Они даже не знают самую первую рукопись. И вопрос в том, какую Библию вы читаете? Новую интернациональную версию. Почему ты читаешь новую интернациональную версию? Почему мы не должны принять Библию протестантов, в которой 66 книг, вместо книги католиков, в которой 73 книги, и не Библию ортодокса, в которой 82 книги, или Библию эфиопа, в которой 88 книг? Какая из них настоящая Библия? Я итальянец, но я католик. Точно. Вот почему ты читаешь то, что читаешь. Да. Но вопрос в том, разве у христиан не должно быть одного священного писания? Как у всех мусульман есть одно священное писание. Даже если некоторые мусульмане разделились на секты, у нас все равно одно и то же священное писание. Я не хочу использовать неправильный термин. Ты можешь использовать термин секты. Но все мусульмане верят в один и тот же Коран. В Коране 114 глав. Это тот же Коран для всех мусульман. Но разве все это не аврамические религии? Что? Просто если я ошибаюсь... Нет-нет. Ты можешь спрашивать, не волнуйся. Разве все это не аврамические религии? Кто? Ислам, иудаизм и христианство. Да, но мы не используем этот термин. Мы говорим, что Аврам был мусульманином. И это может вас сейчас удивить, потому что многие люди думают, что ислам пришел с пророком Мухаммадом Мирьямо. Мы не верим в это. Я скажу вам почему. Вы знаете, что означает слово «мусульманин»? Мусульманин означает человек, подчинивший свою волю Богу. Подчинил ли Иисус свою волю Богу? Разве Иисус не подчинялся воле Отца? Иисус буквально говорил, ибо не ищу моей воли, а волю пославшего меня Отца. Он умер? Он умер? Нет-нет. Он буквально сказал, пусть исполнится твоя воля, а не моя. Верно? Значит, он буквально подчинил свою волю Богу. Верно? Подчинил ли Авраам свою волю Богу, когда тот сказал ему принести в жертву своего сына? Да. Он подчинил свою волю Богу, и он был готов пожертвовать собственным сыном, когда Бог повелел ему это сделать. Он убил его, но он не убил его. Он собирался сделать то, что Бог повелел ему. Но разве ты не можешь подчиниться без истинному Богу? Без того, чтобы быть мусульманином и остаться христианином? Нет-нет, я говорю подчинение своей воли истинному Богу. В данном случае Аллаху. Вот что значит быть мусульманином. Итак, позвольте мне спросить вас об этом. Авраам был до Иисуса и до Моисея. Они еще даже не родились. Какая у него была религия? Христианство похоже на ветвь иудаизма. Нет, иудаизм появился позже. Смотри. У Авраама было два сына. Я расскажу вам историю. У Авраама было два сына. Измайл и Исаак. У Исаака были дети, верно? Один из них был Яков, которого звали Израиль. И из его сыновей был Иуда. От него произошел иудаизм и все такое. Это было намного позже. Так какой же религией был Авраам, который жил до всего этого? Я не уверен. Итак, если ты хочешь сказать «авраамическая религия», тебе сначала нужно узнать о религии Авраама, не так ли? Да. Мы говорим, что иррационально утверждать, что он был христианином. Потому что тогда не был Иисуса. И он не может быть евреем, потому что не было Моисея или Торы. Он должен был быть кем-то другим. Верно? Покорил ли он свою волю единому истинному Богу? Да. По определению, он мусульманин. А вы знаете традиции молитвы? Как молился Авраам? Он падал низ на землю и молился. Как молятся мусульмане? Знаете, как молился Иисус? На коленях? Нет. Он также падал низ. А то, что ты сказал, так молятся католики. Но Иисус не молился так. Он совершал земной поклон. Если открыть Матфея, глава 26, стих 39, там говорится, что Иисус пал на лицо свое и молился. Так молятся мусульмане. Так молился Авраам. У меня есть друзья мусульмане, и когда они молятся, они кладут голову вниз. Да, они делают земной поклон. Верно? Они кладут свои головы на землю. Верно? Да. Итак, мы говорим, что именно так молились все пророки. На самом деле, именно так молился и Моисей. И также Иисус. Да. Я только что дал тебе ссылку, верно? И так молился Авраам. Итак, когда мы смотрим на Авраама, мы видим, что он постановил обрезание и все эти традиции. Он изначально был мусульманином. А пророк Мохаммед всего лишь последний посланник в длинном списке посланников. Точно так же, как мы верим, что Иисус был посланником. И мы верим, что Авраам был посланником. И мы верим, что пророк Мохаммед был посланником. Мы не верим, что он был Богом. И мы не верим, что он пришел умереть за кого-либо. Потому что только вы несете ответственность за то, что делаете. И только я несу ответственность за то, что я делаю. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Вы верите в троицу Иисуса? Нет, мы отказываемся. Смотрите, Библия говорит, что есть только один Бог. Во Второзаконии, глава 6, стих 4. Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един. Не три в одном, и не четыре в одном. Авраам не учил троице. И ни один пророк в Библии, включая Иисуса, не поклонялся троице и не учил ее. Почему мы должны верить в это, как мусульмане? Мы не верим в это. Мы верим в одного Бога, достойного поклонения, который не является ни мужчиной, ни женщиной и не умирает. И мы говорим, что Бог никогда не может быть человеком. И фактически Библия прямо говорит, что Бог не человек. Потому что некоторые христиане утверждают, что Иисус – Бог. Если вы прочитаете Осия, глава 11, стих 9, там говорится, что Бог не человек. Буквально, слово в слово. Так говорит Библия. Бог не человек. Да. Да. Но Иисус – человек. Но ты обращаешься к Нему как Он. Нет, но Иисус был человек, согласно Библии. Но Он 100% человек и 100% Бог. Опять же, это противоречие. То, что ты говоришь, это противоречие. Но вопрос в том, почему ты веришь в это, если этого нет в Библии? Насчет чего? Насчет того, что Иисус на 100% человек и на 100% Бог. Где это в Библии? Как я говорил, я не прочитал всю Библию. Хорошо, но мне просто сказали это в церкви. Да, в церкви. Ты просто говоришь то же, что и я. Я говорю, что церковь учит вас вещам, которых нет в Библии. Они изобрели веру, которая не соответствует учению Священного Писания. И сегодняшние христиане, большинство из них следует церкви, а не Библии. Так ты хочешь сказать, что мне следует прекратить ходить в церковь и просто следовать Библии? Если церковь – это дом Божий, куда мы ходим поклоняться Богу, то почему я должен перестать ходить в церковь только для того, чтобы читать Библию? Нет-нет. Но в любом случае, дело в том, что мы не верим, что церковь – это дом Божий. Во что вы верите? Мы верим, что мечеть – это дом Божий. Хорошо? Мы верим, что церковь – это место, где люди поклоняются Тройце. Бог не Тройца. Так как же это может быть Дом Божий, когда они поклоняются не Богу, а Тройце? Но Бог – это Тройца. Опять же, где это в Библии? Где Бог сказал тебе, что я Тройца? Слушай, я приму это, если ты покажешь мне это в Священном Писании. Где Бог сказал тебе, что я Тройца? Вперед. Можете погуглить. Погуглите это. Погуглите, чтобы узнать, что я не выдумываю это. Погуглите, и вы увидите. Ты сказал, Бог – это Тройца. Три личности в одной сущности. Поэтому вам нужен стих, в котором говорится, Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух – это три личности в одной сущности. Это то, что вам нужно найти. У меня нет интернета. У тебя нет интернета? У меня есть интернет. Вот, можешь искать где угодно. Он тебе говорит, что в Библии нет Тройцы. Вот здесь я прочитаю, но я не думаю, что это правда. Что там говорится? Он показывает тебе случайный стих, можешь зайти на него, и ты увидишь, что ни один из них не говорит о Тройце. Они не говорят о Тройце. Они не говорят о Тройце. Они просто лгут, чтобы убедить других христиан, что там что-то есть. И вы сможете провести собственное исследование, когда вернетесь домой. Слушайте, я говорю вам, что вы можете это погуглить, потому что там ничего нет. Я занимаюсь этим уже некоторое время. Я не в первый раз говорю о христианстве. Смотрите, в Библии нет такого понятия, как Тройца. И нет явного заявления, где Иисус говорит, что люди должны поклоняться Ему. Но есть явные утверждения о том, что Он не Бог, подобные тем, которые я привел вам. Что единственный истинный Бог — это Отец, которому Он молился. Да-да, Он молился Ему. И Он буквально сказал, чтобы они знали Тебя, единственного истинного Бога, слово в слово. В Иоанна 17, 3. И Он говорит, что у Него есть Бог. Но разве я не могу просто верить, что Отец единственный истинный Бог, но не создавать мою собственную религию и делать свои собственные интерпретации? Есть так называемые унитарные христиане, которые верят, что Отец единственный истинный Бог. Унитарные христиане — это те, которые верят, что Отец единственный истинный Бог, и они верят в Библию, и они следуют Библии. Они верят, что Отец единственный истинный Бог. И они верят, что Иисус Сын Божий согласно Библии, который является учением, которому учит Библия. И что он умер за человечество и все остальные убеждения. Но они не верят в троицу. Кто такой Аллах? Это отличный вопрос. Мы верим, что Аллах... Аллах описывает себя в Коране. Аллах единый, независимый, самодостаточный. Он не родил и не был рожден. И нет никого равного и подобного ему. Вот что такое Аллах. Когда дело доходит до вашего представления, ваш ум не может представить себе, что такое Бог. Он за пределами вашего представления. Но вы знаете, что он всемогуч, всезнающ, он независим, самодостаточен. Все зависит от него, а он ни от кого не зависит, верно? В чем разница между Аллахом и Отцом? А это то, что мы говорим. По сути, нет никакой разницы. Единственная разница – это имя Отец. И говорит, что у Бога есть Сын. Мы отвергаем эту терминологию. В христианской традиции Отец – единственный истинный Бог. Если смотреть на атрибуты, то Аллах будет Отцом в христианской традиции. Но без этого название и терминологии, понимаете? Он поклонялся тому, кого вы называете Отцом. Мы верим, что он поклонялся Аллаху, верно? Просто имена отличаются. Тогда в чем разница между исламом и христианством? Разница заключается в троице. И в том факте, что христиане верят, что Иисус умер за человечество. Мы не верим в это. Мы верим, что вы сами несете ответственность за то, что делаете. Я не знаю, как ты поймешь мои слова, но будучи белым, разве не трудно представить, что… Но Иисус не был белым человеком. У тебя неправильная информация. Он больше похож на меня, чем на тебя. Я североафриканский араб. Он больше похож на меня, чем на тебя. Дело в том, что эти люди… Это забавная вещь. Но хорошо, что ты упомянул об этом. Потому что многие люди на Западе, к сожалению, думают, что христианство – это религия белых людей. Иисус был из Палестины. Он был из Вифлеема. С большой вероятностью, у него была борода, хорошо? И знаешь, как умолился? Он делал земной поклон. Его мать была покрыта. Поэтому в каждой церкви вы увидите, что ее голова покрыта. Он не ел свинину. И он постился. Он был больше мусульманином, чем любой другой христианин. Но так как же это белая религия, если он не был белым? Я не думаю, что это белая религия, потому что Библия не была предназначена для этого. Единственная причина, по которой ты сегодня христианин – это то, что я сказал тебе. Потому что Римская империя приняла христианство. Это единственная причина, по которой Европа христианская. Я итальянец. Да, я говорю тебе, единственная причина, по которой люди приняли послание Иисуса, который был из Ближнего Востока, верно? Потому что Римская империя приняла христианство. И европейцы стали христианами, верно? Это конечный результат. Но дело в том, что все это не является белой религией. Если ты хочешь сказать «белая религия», мы не говорим о расе. Пророк, алейхиссалатуассалам, перед смертью, знаете, что он сказал? Он сказал, «Мы все от Адама, а Адам из праха». Он создан из праха, верно? Мы все от Адама, а Адам из праха. Нет превосходства чернокожего человека над белым и белого человека над черным. Араба над неарабом или неараба над арабом. Он сказал, что единственная разница — это благочестие. Чем больше вы добры и праведны, тем выше ваш статус в глазах Бога. Вот почему мусульмане есть повсюду, всех разных рас и цветов. Разве для белого человека это не странно, если я просто зайду в мечеть и... Нет-нет, вот в чем дело. Ничего странного. На самом деле мы проводим Дни открытых дверей. Во многих мечетях здесь, в Великобритании. Мы проводим День открытых дверей, чтобы люди входили и смотрели на мечеть, и на то, как мусульмане молятся, и все такое. Дело вот в чем. Только 20% мусульман — это арабы. 80% мусульман — это не арабы. Многие из них белые, многие из них китайцы и японцы, представители всех культур, которые вы можете только представить. Но если ты говоришь о входе в мечеть, мы можем вас отвезти туда без проблем. Мы можем связать вас с людьми. Если кто-то хочет стать мусульманином, мы так и делаем. Сначала они узнают об исламе, и когда они уверены, что хотят сделать этот шаг и стать мусульманами, и затем мы связываем их с людьми или сами отвозим их в мечеть, знакомим их со всеми, а затем они привыкают. Знаете, я был в церкви. Я не боюсь идти в подобные места, хорошо? Но у некоторых людей... Да, вначале есть этот страх, хорошо? Идти к этим людям, которые смотрят на меня по-другому. На самом деле, они будут рады вам в любой мечети, в которую вы решите пойти. Какая разница между Кораном и Библией? Библию написали разные люди, и эти разные люди просто писали историю. Многие из них не утверждали, что они пишут Слово Божье. И в ней есть противоречия, потому что они просто писали историю. Коран же — это дословные слова Бога, сохранившиеся со времен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, до наших дней. Это учение Бога. Это не история или биография человека, как Новый Завет, который является биографией Иисуса. Коран — это о Боге. Речь идёт о руководстве для вас, и о Создателе, и о том, что произойдёт в дезагробной жизни. И он сохранился полностью без изменений, в отличие от Библии. Есть много Библии, искажений и изменений. И он не сохранился. Но Коран полностью сохранился. В этом разница между ними. Вы хотите Коран? Да, пожалуйста. Можешь дать мне ещё одну копию? Да, Коран. У нас есть ещё? Или... Да. У меня много друзей-мусульман, которые рассказывают мне об исламе. Я немного постился в Рамадан, но не весь. Но у меня есть шесть или семь друзей-мусульман. Я просто узнаю, во что они верят. Да. Я не думаю об этом так, что, знаешь, я должен быть как они. Но я думаю об этом скорее как о том, чтобы просто понять их точку зрения, во что они верят. Да. Иисус так же постился. Он постился. Он постился 40 дней. И мой друг, он постился весь месяц. Он христианин. И так же касательно пятницы, я уважаю то, что они делают. Но дело в том, мой вопрос к вам таков. Призывать людей к добру, чтобы люди были хорошими. Там написано, если ты богатый человек, отдавай то, что имеешь. Я понял, что ты говоришь. Нет-нет. Причина в том, что эти книги или эти пророки творили чудеса, чтобы продемонстрировать, что они от Бога. И если это просто утверждение, то то, что ты говоришь, может быть правдой. Если они утверждали, это просто для реформирования общества. Вот что ты пытаешься сказать. Нет, эти люди действительно творили чудеса. Люди, которые видели, как Иисус исселял слепых и немых, как Моисей разделил море, как пророк Мухаммад расколол луну и все другие вещи. Люди были свидетелями этих событий, верно? Кроме того, сам Коран сегодня является чудом, живым чудом, который вы можете использовать, чтобы убедиться, что это откровение от Бога. Информацию, которую он содержит, и чудеса, которые предлагает Коран, верно? Это доказательство того, что это должно быть от Бога. Я прочитаю его. Да, прочитай. Если у вас будут вопросы, возвращайтесь. Все вы можете вернуться, если у вас возникнут вопросы. Спасибо. Приятно было поговорить с вами, парни. Увидимся.